МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Анна Светлакова, менеджер и филитийской ансамбля «Интертекст». У меня такой вопрос, я сейчас сижу, думаю, слово неправильно прочитал. Как правильно новая простота на английском? New simplicity. New simplicity, я вообще первые слова-то вижу. Да, New simplicity, новая простота. Ну, я знаменитый знаток английского языка. Давайте вернемся к концерту. Сегодня вечером гости ваши смогут лицезреть что-то необычное. При этом, при всем, концерты на современной музыке. Ну, вот давайте разберемся, какую же именно музыку будете исполнять? Продиджи? Нет. Это современная академическая музыка, то есть та музыка, которая пишется композиторами с академическим образованием. Сегодня в программе это прежде всего произведения Филиппа Гласса, Арва Пярта и других композиторов 20-го и начала 21-го века. Мы бы хотели пригласить вас на наш концерт. Ничего себе. Да. Да? У нас для вас есть два билета. А мы не жадные, мы, кстати, с большим удовольствием можем эту пару билетов разыграть и зрителям за сообщение, если вы не против, буквально через несколько минут. Ну, мы не против, мы бы хотели вас видеть у нас на концерт. Так что, Юля, вот... Вот лично меня, Саша, заметь, лично меня будут рады видеть тебя? Не очень. Спасибо большое. Я ценю. У меня вопрос такой. Вы, насколько я понимаю, вообще находитесь в поиске редкой музыки постоянно. Да. А каким образом? Что это за пути, которые вас к ней приводят? Дело в том, что я когда-то давным-давно услышал произведение Филиппа Гласса. И мне его музыка очень сильно понравилась. Я начал искать, начал исследовать этот вопрос. И таким образом, то есть я начал находить ноты для своего ансамбля. И мы исполняем сейчас произведение не только Филиппа Гласса, но и других современных композиторов. Мы находим интересные ноты, мы заказываем их, мы их покупаем. И таким образом они у нас появляются. Дело в том, что сейчас во время интернета это не так сложно. То есть слово редкий вообще не имеет такого, как там раньше, когда нужно было каких-то специалистов искать, какие-то манускиты отдельные. Все в доступе. Нет, у нас фишка нашего ансамбля, именно вокал консорта 12, в том, что мы исполняем не обязательно редкую музыку, но обязательно очень красивую и очень хорошо исполняем. Ну, тогда давайте поговорим и о коллективе Интертекст. Вы исполняете и академическую, и электронную музыку одновременно. Все правильно? Да. Вот интересно, не возникает ли у слушателей трудностей с восприятием? Ну, как раз трудностей возникает. Дело в том, что электронная музыка зародилась сначала в композиторской, в академической среде. А те люди, которые сочиняли музыку, они общались с учеными, с физиками, теми, кто занимался созданием всяких электронных звуков. И первыми решили использовать это в музыке именно академические композиторы. И развивали электронную музыку композиторы с академическим образованием, которые учились в консерваториях и писали с серьезную музыку. Каких-то предметов, каких-то необычных? Нет. Именно электроника, которая создавалась изначально как просто продуцирование звуков при помощи каких-то синтезаторов. Затем уже все достижения академической музыки, они уходят в музыку популярную. Так же, как с какими-то находками гармонии, находками мелодии. Так же произошло с музыкой электронной, которая из лаборатории, из каких-то кабинетов композиторов ушла, что называется, в народ, в популярную музыку, в клубную музыку. Но в академической музыке это течение также продолжает развиваться и взаимодействует очень активно с музыкой популярной. То есть, подождите, сегодня на концерте будет какая-то часть? Нет, сегодня у нас акустическая программа. Сегодня мы исполняем произведения, которые записаны очень строго в нотах. Это камерная музыка, камерная музыка для вокального ансамбля, камерная музыка для инструментальных составов. И совместные вокально-инструментальные произведения, в частности, например, произведения Филиппа Гласса из музыки, саундтрека к фильму Каэнискация, где будет как раз звучать фортепиано, флейта и саксофон, которые будут сопровождать вокальный ансамбль. И я бы еще, извините, хотел сказать, что на этом концерте будет очень интересная премьера на Урале произведений Филиппа Гласса, которые никогда здесь не исполнялись. Это три хора Филиппа Гласса, написанные для хора Акапелла. Это уникальный случай, когда Филипп Гласс пишет исключительно для хора Акапелла. Это единственный пример в его случае. Сегодня мы для вас его исполним. Я задам еще вопрос такой. Дом-актер, на какой площадке вы, дом-актер, работаете? У них есть залы такие формата фойе или комнаты, есть сцены? Это фойе второго этажа. Ой, там прям, там, по-моему, самая отличная акустика. Итак, концерт сегодня вечером. Во сколько начало? В 7 вечера. В 7 вечера в 19.00. Все встречаемся в Доме актера, возможно, и меня там увидите. А сейчас мы готовы передать слово... Тамара Парамонова, саксофонистка ансамбля «Интертекст». Да? Все? Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Круто! Вообще здорово! Сегодня вечером в Доме актера необычный концерт современной музыки «Новая простота». Ну что, говорим огромное спасибо нашим сегодняшним гостям. Андрей Стариков, художественный руководитель и дирижер ансамбля «Вокал Консорт 12». «Вокал Консорт 12» Тамара Парамонова, саксофонистка ансамбля «Интертекст» и Анна Светлакова, менеджер и фритистка ансамбля «Интертекст». Спасибо вам большое! Творческих успехов! Мы продолжим нашу программу сюжетом, расскажем о том, как правильно мыть машину зимой, после этого вернемся в студию.